здравствуйте уважаемые зрители это геоэнергетика инфа с вами михаил кокарев александр фролов не ту страну назвали бензоколонкой соединенные штаты новая сырьевая сверхдержава по крайней мере так пишут мировые сми как получилось что самый большой потребитель нефтепродуктов в мире стал лидером экспорта нефти и как дела с внутренним рынком нефти да здравствуйте здравствуйте дорогие друзья вот пишут действительно что в сша лидирует по экспорту нефти что что нефть становится по крайней мере у нас так пишут что нефть становится основным основной статьей экспортных доходов соединенных штатов америки вам настолько много нефти вывозят у меня по поводу последнего утверждения есть некоторые сомнения которые касаются сложности перевода на экспорт сырой нефти или нефтяной экспорт это немного разные вещи но об этом мы скажем чуть позже а пока про цифры ну то что мы имеем сейчас это подбитые итоги первого полугодия по большому счету можно говорить о том что соединенные штаты уже подвели статистику подбили статистику за первые 11 месяцев но большой отчет был выпущен по итогам первого полугодия скорректирован этот отчет был в декабре 2020 2023 года ну и отталкиваясь от этого мы можем сказать что вот экспорт сырой нефти из соединенных штатов америки почти достиг четырех миллионов баррелей в сутки там три целых и 99 сотых средний показатель и вот отталкиваясь от этого отчета многие делают вывод о том что мы все вот соединенные штаты занимается мировым доминированием более того если мы вспомним события последних лет десяти мы увидим и стремительный рост добычи газа и стремительный рост добычи нефти которые периодически прерывались довольно сильными падениями ввиду крайней неустойчивости той структуры добычной которая была выстроена в соединенных штатах эта структура невероятно подвержена любым негативным изменениям на мировом рынке и если падает то падает с громким треском но тем не менее поднимается она тоже довольно быстро хотя последние последние три-четыре года показывают нам что на подъем в текущих условиях все-таки требуется уже гораздо больше усилий чем раньше скажем в 2020 году добыча в соединенных штатах поднималась в марте до 13,1 миллиона баррелей в сутки если мы говорим только о сырой нефти они о всех жидких углеводородах вместе взятых и уже в апреле добыча начала рушиться за полтора месяца она упала на миллион баррелей в сутки и продолжила дальнейшее падение периодически в ходе кризиса двадцатого двадцать первого годов нефть в соединенных штатах добыча нефти уходила ниже отметки в 10 миллионов баррелей в сутки вот сравните было 13 1 уходила ниже десяти ну а в целом держалась выше десяти но тем не менее подъем до 13 до 13 и 2 миллионов баррелей в сутки занял довольно продолжительный период времени и впервые с марта 2020 года лишь в октябре двадцать третьего года соединенным штатам америки удалось подняться до тех показателей которые вот были тогда продемонстрированы до ковида да и немножечко даже превысить эти показатели потому что вот в октябре добыча уже в среднем фиксировалась на уровне в октябре двадцать третьего года добыча фиксировалась на уровне порядка тринадцати целых двух десятых миллионов баррелей в сутки и чем больше в соединенных штатах нефти добывают тем больше ее вывозят кажется ну логично и очевидно однако дорогие друзья вот какой момент потребление нефти в соединенных штатах фиксируется на уровне порядка двадцати двадцати с половиной миллионов баррелей в сутки даже если мы добавим все абсолютно жидкие углеводороды которые производятся на территории соединенных штатов мы не получим ни двадцати не двадцати с половиной миллионов баррелей в сутки мы получим где-то миллионов семнадцать семнадцать с половиной сырая нефть еще раз напомню 13 13 2 местами она поднималась до тринадцати трех вот с октября двадцать третьего с октября двадцать третьего года потом падала до двенадцати и девяти в общем она несколько колеблется но средний показатель который ожидается в двадцать четвертом году составляет где-то тринадцать два тринадцати три миллиона баррелей в сутки по крайней мере если исходить из того прогноза который рисует министерство энергетики соединенных штатов америки а точнее аналитическая структура входящая в находящиеся так сказать подчинение министерства энергетики а именно управление энергетической информации вот она говорит ну где то 13 25 13 и 3 вот примерно на этом уровне будет средний средняя добыча двадцать четвертом году это означает что в какие-то периоды времени добыча может превышать тринадцать с половиной 13 6 миллионов то есть средний показатель вот такой но там в сутки может быть больше может быть меньше но все равно это меньше двадцати ну это никак вы это меньше двадцати тем более меньше 20,5 миллионов баррелей в сутки. Если исходить из прогноза спроса, который рисует само Минэнерго Соединенных Штатов, то там вообще ожидается снижение спроса на бензин где-то на 1%, и значит, может снизиться и потребление нефти в целом. Мы об этом говорили ранее. ОПЕК считает чуть, ну, ОПЕК чуть более оптимистичен в отношении Соединенных Штатов, но тоже не рисует какого-то значительного роста потребления. Там рост потребления ограничивается пределами 100-200 тысяч баррелей в сутки. То есть это не очень большая величина, тем более для такой страны, как Соединенные Штаты Америки. Скажем, даже Индия может показать рост больше, чем самые яркие ожидания Соединенных Штатов. Еще раз подчеркну, часть прогнозов говорит о том, что спрос в США снизится. Но как в таких условиях они вывозят нефть? Притом средний показатель почти 4 миллиона баррелей в сутки. То есть что же это получается? Вы добываете 13 миллионов, 4 миллиона берете и куда-то вывозите. Как это? Опотребляете вы 20. Куда вы поехали? Куда вы это все повезли? Главное зачем? Затем, что в Соединенных Штатах Америки с начала сланцевого бума в нефтяном секторе, а он начался в 2012 году и поддержал падающий сланцевый бум в газовом сегменте. Об этом, кстати, можно у меня на спонсоре послушать в краткой истории добычи сланцевых углеводородов. Так что, если что, подписывайтесь, слушайте, смотрите. Там даже красивые слайды есть. После минутки саморекламы, да, кстати, на Телеграм тоже подписывайтесь. Да чего уж там. И на этот канал тоже подпишитесь, поставьте лайк, напишите какой-нибудь хороший комментарий. Плохой не пишите. Хотя, может, и плохой комментарий тоже написать. Их тоже как-то система учитывает и поднимает ротацию роликов. Поэтому, в общем, проявляйте активность. Мы вам будем благодарны в любом случае. Итак, минутка рекламы закончилась. Продолжаем про нефтяную отрасль Соединенных Штатов. Вот с 2012 года в основном прирост обеспечивался за счет легких и сверхлегких нефтей. Из этого, правда, делается несколько неправильный вывод отдельными нашими исследователями, которые удивляются. А как это вот? Где это они там нашли еще средние сорта? Где тюрелые сорта нашли? А вот где это вот там? Просто есть часть прироста добычи, которая действительно фиксируется в сегменте средних сортов. Ну так, дорогие друзья, разработку шельфа никто не отменял. Разработку других месторождений тоже никто не отменял. То, что основной прирост идет за счет сланцевой нефти, а она легкая, сверхлегкая, это одно дело. А другое дело, что, ну, в принципе, есть и традиционная нефтедобыча, которую тоже никто не прекращал. Тем не менее, действительно, две трети всей нефти, даже более уже двух третей всей нефти, которая добывается в Штатах, это легкая и сверхлегкая нефть. Казалось бы, ну и что? Есть вот заводы, которые говорят, мы будем инвестировать в расширение наших возможностей по переработке легких, сверхлегких нефтей. В общем, как-то вот, проблема решена. Кстати, а проблема-то в чем? А проблема в том, что американские нефтеперерабатывающие заводы заточены под средние и тяжелые сорта. Только и всего. Соответственно, чтобы эффективно. Можно ли переработать легкую нефть? Ну, можно, конечно, почему бы и нет? Ну, просто специализация заводов, которая выражается в специфике процессов, которые имеют место на этих заводах, она предполагает, что наиболее эффективно будут перерабатываться вот такие-то сорта, вот с таким-то составом, вот с таким-то фракционным составом, такой-то плотности и прочее, прочее, прочее. А легкую нефть, ну, переработать можно, но не так здорово. Значит, можно ее взять, смешать с чем-нибудь, например, к примеру, к примеру, с мазутом и получить некую смесь с теми свойствами, которые нас устроят, как нефтеперерабатывающий завод. Мы тогда эту нефть берем, перерабатываем. Можем просто взять более тяжелые сорта, тоже смешать с легкой нефтью, получить вот эту смесь, смесь с подходящим составом и тоже направить на переработку. Но проблема вот в чем. Вся добываемая нефть при такой схеме не может быть переработана внутри страны. Это, во-первых. Во-вторых, логистические особенности не позволяют ее эффективно отправлять в удаленные какие-то регионы, где, возможно, ее заждались. Ну, просто вот не имеет смысла туда ее... Не имеет смысла в таких... Точнее, нет возможности в таких объемах ее туда вот отправлять. Что можно сделать? Можно взять, загрузить на танкер, отправить на экспорт. Года с 15-го был снят запрет на экспорт. И, собственно говоря, нефть пошла, 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 пошла. При том, что нефтяной экспорт у Соединенных Штатов Америки никто не запрещал. И до 15-го года он имел место. А в чем разница между экспортом нефти и нефтяным экспортом? Разница в том, что экспорт нефти – это экспорт нефти, сырой нефти. И вот он как раз составляет где-то 4, ну, до 4 миллионов баррелей в сутки. Порядка 4 миллионов баррелей в сутки. А экспорт нефтяной – это экспорт и нефти, и нефтепродуктов. То же самое с импортом. Импорт нефти или нефтяной импорт. Вот нефтяной импорт в Соединенных Штатах составляет где-то от 8 до 9 миллионов баррелей в сутки. Но из этого объема порядка 7-7,5 миллионов баррелей в сутки – это сырая нефть. В экспорте наоборот. То есть большая часть того, что вывозится, это нефтепродукты. Вот мы взяли нефтюшечку, мы ее переработали, мы ее продаем в какие-то страны. В основном в страны Латинской Америки. Можем куда-нибудь увезти, например, в Европейский Союз, продать дизелечек, который нам не очень нужен. Опять же, мы об этом как-то довольно подробно говорили. Можем мы так сделать? Да, можем мы так сделать. И получается, что наш нефтяной экспорт превышает нефтяной импорт. В отдельные месяцы он может превышать нефтяной импорт даже на миллион, даже на полтора миллиона баррелей. Тут достаточно это увидеть, захлопать в ладоши и сказать все, Соединенные Штаты. Теперь нет-экспортер. Но нет, это будет ошибка, потому что если мы посмотрим на импорт и экспорт сырья, из которого эти нефтепродукты делаются, выяснится, что там ситуация иная. Импортировать приходится вот там 7 миллионов баррелей в сутки, а экспортируете вы 4 миллиона баррелей в сутки. То, что вы потом переработали вот из этих 7 миллионов, сделали какие-то нефтепродукты, а притом преимущественно вы будете какие-то нефтепродукты и продали их за рубеж, это совершенно другая история. Это так, знаете, мы можем и какую-нибудь Индию назвать, нефт-экспортер. Но это будет неправда. Они все-таки и завозят. Там у них объем экспорта существенно уступает объему импорта, даже если мы будем считать вместе и нефть, и нефтепродукты. Но тем не менее, вот картина такая, то есть то, что вы завезли нефть, переработали ее и продали часть продуктов нефтепереработки за рубеж, не делает вас нетто-экспортером. Вы все еще нетто-импортер, потому что самое главное в данной ситуации это сырье. У вас не хватает сырья. И в обозримом будущем вам не будет хватать сырья при текущем уровне потребления. А тут вот еще какой момент. Экспорт нефти в Соединенные Штаты Америки осуществляют в трех основных направлениях. Первое направление – это Европа. Европа, конечно, Европу не совсем верно рассматривать как некое единое пространство. Все все понимают. Потому что есть разные страны с разными интересами. То есть одно дело вы везете в Нидерланды, другое дело в Великобританию. Но тем не менее, Европа. Кстати, Великобритания и Нидерланды действительно одни из основных ворот для американских нефтепродуктов и нефти, которые идут на экспорт. На экспорт туда отправляются в основном дизельное топливо, отчасти сжиженные углеводородные газы, то есть пропанбутан. В принципе, пропанбутан лидирует, насколько я помню, среди американского экспорта нефтепродуктов. Ну, они вот это все туда записывают. И да, поставляют туда и нефть тоже. Ну, так и в прошлые годы они тоже нефть в Европу экспортировали. В этом плане изменились только некоторые количественные показатели. То есть, если раньше везли где-то, ну, там, миллион баррелей, теперь полтора миллиона баррелей везут. Просто Европе тоже не нужно слишком много легких и сверхлегких нефтей. Их нефтеперерабатывающие заводы тоже не заточены под переработку такого рода нефти. На этом все. Всего хорошего. Спасибо большое, Александр. Благодарю зрителей за то, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Александра. Ссылочка в описании. А также на телеграм-эдзен-каналы Геоэнергетики.Инфо, где вы найдете самые свежие новости в сфере энергетики. До скорых встреч. Всего хорошего.